А сейчас стих. Можешь, как это знаменитые? Знаменитый советский анекдот. По слайдам. Так. Нет. Приезжает, значит, лектор, совхоз. Ну, например, совхоз. А тебе придется громче говорить. Большое дышло. Это очень старый анекдот. Совхоз большое дышло, да. Ну, это такой старсайдский анекдот. Таня анекдот рассказывает. Так, да. Приезжает лектор и вывешивает афишу. То есть, на лекции о любви. А, про слайды. Мы любим они. А теперь, да. Любовь кровь. А теперь слайды. Я даже так говорю периодически. А теперь слайды. Я тебе, собственно, про что сейчас и рассказываю. Так. Канон сможет даже. Мы поехали домой. Поехали, значит, домой мы. Я куда-то расскажу. Да-да, нахер. Да-да. По-моему, это смешная история. Заезжала сейчас в одно место. По записи, собственно говоря. И уехала оттуда в чужой куртке. Я. Я овца. Нет, ну, тут было две овцы. Потому что я тоже поняла, что куртка какая-то другая. А, да, другого цвета. Ну, куртка была другого цвета. Для меня вот этот цвет, и тот цвет, который на мне был одет, абсолютно идентичный. Хотя я фотограф. Вот эта вот бежевая, а та была... Это бежевая, а пророзовая. Хорошо. Пророзовая. Ну, для меня... Я впервые просто сегодня эту куртку надела. Я ее распаковала из посылки. Почему тебя не смутило, что она в два раза длиннее? Да. И меня совершенно не смутило то, что она в два раза длиннее, и я просто не запомнила. Слушай, расскажи, как мы поняли про это. Подожди. Вот когда ты вечно себя одеваешь первый раз, ты, в принципе, ну, как ты, особенно даже если не разглядывал, ты не запоминаешь, ну, много. Сейчас экскьюз был хороший, молодец, ты оправдалась. Да, в моем состоянии психологическом, когда, в принципе, ты, ну, ничего не можешь, ты только трясешься где-то внутри себя от переживаний, то вообще легко, и в чужую машину сидит, странно, что я еще машину заправлюсь. Хорошо, рама клинтая, просто ты просрала куртку, да? Значит так, и мы доехали до Мкада, да, мы уже доехали до съезда, в общем, почти на трассу, и я лезу в карман, а куртка же подаренная, она приехала аж из, по-моему, из Севастополя, или Ставрополь, я буду. Короче, я лезу в карман за салфеткой и достаю оттуда две кружевные белосипедки. Снежные митинги, мы говорим, минетки, минетки, и я смотрю, говорю, ой, Тань, смотри, представь, тут же еще какие варежки красивые. В этот момент, да, мы такие обе удивились. Ну, это типа тоже подарок, но в куртке лежал. Как это бунтонно, как это гламурно, чтобы в куртке, да еще и митинги, да такие кружевные. О, боже, 5 минут восхищения. Мы восхищались, я спрятала их обратно, вся она вдохновлена была, что мы еще нашли скрытый подарок, а потом я лезу, а я полезла все-таки за салфетками, думаю, салфетки нет в этом кармане, надо посмотреть в другом. Лезу в другой карман и достаю единый, видите, проездной билет. Ну, и тут как бы все, пазл сложился. Нет, я положила обратно и подумала, ну, может быть, Лена, которая мне высылала, ну, куртку просто не достала из карманов, единый. Она же положила единый для интриги. Ну, мало ли, она просто из куртки. Мало ли, она просто из куртки. Могла не достать, ну, мало ли, но человек куртку отдал. Ну, там могла быть какая-то мелочь там еще, человек какой-то. Вот, и, а потом я обнаружила, что перчаток нет, думаю, просрала. Ну, то есть у меня до последнего, да, мысль о том, что я в чужой одежде еду, не посетила. А потом посетила. Да, в этом мы уже минут 20 ехали, ну, то смогли бы раздуплиться за это время, но нет. И в этом, наверное, до меня это посетило идея. Я посмотрела на куртку, поняла, что она, во-первых, пальто, во-вторых, другого цвета. Да, потом Таня поняла, в общем, что я, наверное, все-таки в чужой одежде. И тут случился полный коллапс. То есть я такая авция. Развернулись, поехали обратно менять куртки. Я еще думала, что кто-то в чьей одежде ушел, наверняка, в моей уже. Только остался без единого на метро. Все такие, не в минуте. Ну ладно, все. Как-то так. Да. Но я пришла, увидела, что все висит на вешалке, очень тихо вообще на цыпочках переоделась и вышла обратно. А было бы стильно, если бы ты переодела опять не свою куртку? Нет, я очень внимательно смотрела. Более того, я стала присматриваться. Я же куртку-то не знаю свою, которую я одела первый раз. Ну там, какие отличительные маневры. Там еще несколько белых виселок в ряд прям. Взяли моду светлую куртку ходить. Капец. Вот, я ее взяла, еще так покрутила, засунула руку в карман, увидела там салфетки и подумала, это точно моя. Моя, моя, там мои салфеты. Я больше не поеду вам пора. Не-не, все норм. Вот, и мы тут как бы, ну а что, вот человеку, да, 33 года, он уходит в чужой одежде. Что это, о чем это свидетельствует? Он овца или он очень сильно переживает. Но в данном случае обе эти причины, они с губной шеи работают. Мирочки, у тебя в садике шеи такие. Мне мама клала в карманы эту бумажку с моим адресом. Ну, например, Тань, типа того. Вот, меня просят, Тань, тебя поцеловать, между прочим, от Кати. Ой, гран мерси, да. За рулем, мне удобно поцеловаться. Я, да, я, смотрю, все-таки вперед. Так, в общем, сейчас. В общем, сейчас. Если здесь есть какие-то вопросы. Ну, пока вопросов нет. Просто здесь есть люди, которые с нами здороваются. Всем привет. Всем привет. И начинаем вас веселить, видимо. Таня мне вчера рассказывала на моей кофе-секре. Да, я прям была такая. Очень часто спрашивают, как мы с Дашей познакомились. Потому что, ну, есть мнение, что мы с Дашей там дружим с детства. Сестры. Мать и дочь еще такая была версия. Это как-то высказано. О, это редкость. Ну, да. Я тоже немножко удивилась. Но основная такая генеральная версия, что мы там где-то познакомились в роддоме. И выросли вместе где-то в одном. Да, да, да. Так, примерно. Вот. Это опровергает эту версию просто то, что у нас даже десять лет разница. Поэтому мы не могли в детстве с ней пересечься никак. Вот. Поэтому. Вчера вспоминали, как мы познакомились. Вернее, ну, как мы познакомились по словам. Помним, помним. Помним, помним. Просто я впервые услышала Танину версию этого события. И то, что было за кадром, то, что было до знакомства. Да, это такая история до. До меня знакомства. Приквел. Приквел, да. Значит... Всем слышно? Это было реально смешно. А ты можешь меня вот так вот чуть-чуть показывать? Ну, нормально я тебе показываю. В привычной одежде меня бы никуда не пустили просто. В привычной одежде воняет так, что за километр собаками. Вы чё? Я даже рюкзак не смогла взять свой. В привычной одежде? Я с полиэтиленом пакетом поехала. Я же машину и не пускаю. Да. Ехать в Танину машину, сесть в привычной одежде это тоже. Надо смелости набраться. Да и зачем мне нужно ехать в привычной одежде, если можно проехать то есть красивые одежды. Да, тем более надо же подарки-то бы наши. Ну, конечно. Опять же золотые боты, золотые чокоты, они требовали лука. Да, опять не забывайте, что набрались золотая оба. У нас собрана вода. Я бы сказала, что не просто золотая оба, а золотая оба с крагами. Я первый раз его делаю. Сейчас. Давайте. Вот. 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 Краги, краги покажи. Краги, да. Это не часть ботинок, а декор. Не оба что вам тут. И... Я про них напишу отдельно. Ну, глупые зачетные мне очень они понравились. Я, наверное, не золотые, но какие-то другие. Там есть в твоих цветах много разных. В твоих цветах это черные? Да, да. В твоих черных цветах есть много. Мой total black look любимый, да? Который обычно я практикую. Значит, что мы говорили? Мы говорили о нашем знакомстве и о том, что я слышала очень интересного много. Как это было. Сейчас еще раз напишите, да? Слышно же хорошо? Слышно Таню. Таню. Меня-то понятно. Я ору, как всегда. Сейчас напишут. По поводу веси, ну, читайте мои посты. Я же там все пишу. Ну, у нас нет апдейта какого-то сейчас прямо такого чуть-нибудь. Ну, то есть, он как был в Красной Пресне в интенсивной терапии, так он сейчас там и обследует. Слышно, мы сейчас проедем пост. Да, сейчас мы проедем пост. Какого развлекаются. А, мы сейчас платную дорогу проезжаем. Да, платную дорогу проезжаем. Да, платную дорогу проезжаем. Ну, напишите одно слово, не сложно, что слышно Таню. Таню хорошо слышишь? Вот, а веси в стационаре интенсивной терапии белого кака на Красной Пресне. Потому что в Строгино не было места, в Митинге не было места. Но вот на Красной нашлось. Там в центре просто меньше собак травят. Тут хантеры, и там не все забито битком. Вот. Пока что до 19 часов вечера никаких новостей не будет. Его сейчас обследуют. Потом Олечка с мужем туда заедут для нас. Мы же не можем позвонить туда каждые 3 минуты. Ну, там и не ждут наших звонков. Да, все слышно. Спасибо большое, что написали. Сейчас мы проедем платную дорогу и расскажем про наше знакомство. Я вчера ржалась, честно. Даже вот без... Точнее, даже с учетом состояния я просто в лёжку здесь лежала. Кстати, задержка у людей. Они только сейчас начали писать, что слышишь. Ну, не важно. Потому что в дороге. Так, хорошо. Ты можешь мне сильно не показывать? Я тебе... Я не могу показывать что-то между нами. У меня телефон не широк и экранный. А себя показывать, опять же, глупо. Я не могу так у людей в другом. Они же пишут, они же пишут. Я как-то чисто киношный был сейчас в подход. Все, ну... Одна широкой уголочкой. Да, все, Таня, все слышно, написали все. Хорошо. Хорошо. Ну, в общем, идея была какая. Я была волонтером у «Дарячих надежд» в тот момент. И в основном, ну, волонтером, таким водителем, которого посылали, ну, там, за кормами, отвезти собак, привезти собак. Ну, такие какие-то поручения обычно. И тут приходит, значит, мне разнарядка на какие-то там выходные, что нужно повозить фотографа, который будет снимать в приюте. Мне высылают список. Мест, куда надо попасть, ну, такой нехилый список, там, на позиции на 15. И, говорит, и будет, значит, вот девочка-фотограф, ее надо будет забрать. Это мне там, ну, условно, там, директор фонда, да, сказал. И потом мне звонит координатор, которая, Ерочка, которую Даши тружат, и со мной тоже мы. Вот, и говорит, ну, я, естественно, я про Даши ничего не знаю. Она мне говорит, послушай, там, значит, такая история, вот ты, когда поедешь за Дашей, она очень известный фотограф, очень серьезный человек. Такая непростая очень девочка, поэтому, ну, ты как-то подготовься. Во-первых, надо купить еды, ну, не або какой, а, ну, такой вот нормальной еды. Ну, она любит, она помимо того, что мне говорит, что Даша непростая, она дает такие какие-то страшные водные, какие там она обычно снимает фотосессии, с какими людьми, называет несколько имен таких, ну, я бы сказала, известных. Она говорит, ну, вот ты ее заберешь, у нее там там там, ну, ухудки, значит, загородные. Надо ее забрать, ну, там, аля, помой машину, вот, смысл был такой. Надо подготовить питание, потому что, значит, ее нужно будет постоянно кормить. И кормить не ерундой. Может быть, ресторан, нет, ну, как бы ресторан нет, но ресторан нет времени, поэтому, значит, так надо все подготовить, чтобы ей было вот удобно, комфортно и вкусно. И чтобы горячее. Обязательно в середине дня горячее. То есть начнете там завтрак, и потом, значит, второй завтрак, потом горячее. И как потом? Я по списку понимаю, что нам езды часов на 15. Ну, мы ездили это целый день с уходом в ночь, вернулись вообще. Ну, где-то реально в ночь. И я понимаю, что, да, мне человека надо кормить, причем разнообразно, не повторяясь там как-то в деталях. Ну, то есть это не бутерброд с колбасой настрочить? Нет, ну, это, то есть, как бы, хот-то на заправке не проканает в этом случае, ну, потому что человек снимает вот, вот, вот. Ну, да. И вообще серьезно. Я, значит, заморочилась адски. У меня был там день до, ну, день на подготовку. Я пришла к мужу. Я говорю, слушай, там такая история совершенно страшная. Надо возить девочку, она такая, там, селеба, поэтому, как бы, страшно все еще не просто. Вот. И надо что-то, ну, что-то придумать с едой. Я говорю, может быть, мы давай закажем в каком-то, я не знаю, давай, я не знаю, в Турандот закажем что-то. Ну, что-то такое сырье-то в Пушкине. Ну, как-то. Можно просто порщать. Да. Я говорю, ну, давай, может, в шорхаус я съезжу что-то закажу. Ну, то есть. Она говорит, слушай, ну, я не знаю, как бы это еда, она может испортиться за это время. И вдруг она, и вдруг мы же не знаем, что она любит, а мы поедем в азбуку вкуса. И нам сейчас как-то вот, ну, наберем всякой еды. Мы поедем в азбуку. И рандомно набрали, ну, по-моему, ну, так вот, сумки две таких мощных. Я помню эти сумки до сих пор. То есть от вот каких-то там банальных. Причем Таня потом несколько раз после этой поездки, даже когда мы познакомились, опять привозила из-за азбуки вкуса. Видимо, это все по подкорочку настройку ушло. Ну, пока азбуку вкуса, скажем так, была доступна мне по деньгам. Да-да-да. Я стою стою из нее и все это. Я просто тогда еще не знала, что есть другие магазины. Это было еще в моем барби-мире до кризиса. Когда еще я была женой богатой мужей и так далее. Вот, ну, не суть. Вот, мы насчитанно купили всякой еды и все разложили красиво. Я купила, помню, каких-то офигенных салфеток в каких-то там лензелях и кренделях. То есть вот это все. Коронами, да. Все это было там, ну, ну, просто я считаю, что, в общем, мы и посоромили бы даже если бы к нам там принц Гарри с невестой приехали фотографировать собаку, но мы бы их накормили. Вот, и как бы еду, значит, ну, вся, промыла машину. Прям серьезно. Я редко мою машину, тут прям на воду. Даже как бы приличнее оделась, думаю, ну, когда человек приличный, не поймет, бомжатский где-то не поймет. Звоню, подъезжаю к Малаховке, действительно хороший дом. Ну, Малахов вообще в самом себе место такое очень хвостное. А была какая-то такая сраненькая погода, типа март, вот, сраная весна была. Ну, как примерно сейчас, может, даже чуть больше раньше. Но все таяло и хлебало, это было ужасно, кстати. Вот тот день, и он очень быстро стемнело, там как бы... Да, мы ловили свет, нанесли. Почему я подъезжаю в этот дом, я набираю, звоню, не берет. Я, ну, я, ну, я же четко сюда приезжаю, назначена на 9, я без двух минут 9 стою у ворот, звоню. Она и сейчас такая. Да, я всегда такая. Не берет, еще раз, не берет, еще раз. Я сижу уже, начинаю нервничать, потому что это плотный график. И я думаю, может, она вообще забыла, я думаю, ну, вообще класс. Я же, ну, как человек творческий, я так вижу, я могла забыть уехать. В пятом, в пятом звонке, значит, берет трубку очень недовольным голосом, мне как бы кто-то. И я говорю, знаете, ну, вот я Таня, которая вот водитель вас, возитель. Я выйду через 20 минут. У меня тут проблемы. Вот так вот. С собакой? С собакой, да. У меня проблемы с собакой. Я думаю, не, ну, ладно, это святое дело. Ну, такая немножко вскипела внутри себя. Ну, встань. Думаю, ну, как бы, это непонятно еще что происходит. Ну, да. Чем пошло не по полу. Ну, я не люблю, да, когда из тайминга мы выбиваемся и вообще. Ну, думаю, ну, ладно, в конце концов, выходит, значит. Думаю, сейчас выйдет. А еще меня предупредили, что, может быть, они поедут вдвоем с мужем. Я думаю, нет, ну, еды там хватит, как бы все нормально. Там, к тому же, какой-нибудь роспиф там. Да, я помню, да. Все там как бы на девочек и мальчиков разделено. Ну, все хорошо. Выходит, значит, Даша с косой тогда еще. С длинной. Да, с длинной, да, косой, без челки, вот с такой гладкой косой. Значит, в абсолютно какой-то такой, я бы сказала, незамысловатой одежде и галоши. Ну, в резиновых сапогах я была. Да, это были такие кроксы короткие. Ну, как резиновые сапоги, но вообще это были галоши. Да, да, да. У меня же ехал, придет снимать. Как бы, давай уж не мудри. Хорошо. Галоши все такие в сей, не грязи. А я на. Да ладно, я в какой там сей. Ну, ну, не сей. Ну, в говне, в говне. В говне. ВС-80, черный, на своей служебной машине. С белым салоном лайковым. И она так, думаю, ну, ладно, ну, хорошо. С белыми коврами текстильными, да, такими пушистыми. Ну, классно, галоши. Сейчас, очень хорошо. Садится, значит, в машину. Никаких тебе там, извините, заставил вас ждать. А про шестер. Я ничего не знаю. Смотрит, значит, садится молча. И говорит, едем. Это шестерка. Да, берет телефон, начинает, значит, видит много неотвечных звонков. И говорит, послушайте, а это ваш телефон такой, в котором много шестерок? А у меня, ну, действительно много шестерок. И в этот момент я вскипела прям так нормально. Я говорю, а что? В чем же скорость? Ну, мой. Как здоровый. Да, и такая при себя, думаю, не, ну, а что есть шестерки? Ну, шестерки. Ну, я что, это мой служебный телефон тоже, я как бы, я прям что выбираю, там, какой дали мне номер, такой дали. Вот, ну, и так вот, значит, мы стартанули. И потом самое смешное было. Ну, естественно, мы через там 20 минут уже прекрасно общались без всех вот этих вот... Без этих сложностей, да. И красной рыбой. Пока я красную рыбу выкру, я подобрела. Ээээ, нет, нет. Если такая, говорит, какая у вас еда? Да, кстати, да. Проходит такая, ну, нет, ну, уже мы на ты. Какая у тебя еда вкусная, значит. Я такой, ну, слава богу, значит. Все, хорошо. Я такой обычно не ем. Скромный. И я, в смысле, ну, в смысле, тут красная рыба, там какие-то крабы, вот это все, вот это... Упс. Вот. Я сейчас выключусь. Вот. И потом, и машина у вас такая хорошая. Ну, и у тебя, говорит, такая хорошая. А ты кто вообще? Ну, это было очень забавно стоило. Потом очень здорово все. И всю эту несъеденную, по сути там, естественно, еду отлично отправили Даше домой. Да, да, да. Я ее потом еще два дня ела. Я еще два дня потом питалась. И все, вспомнила, господи. Приезжаю я домой, говорю, Дима, ты представляешь? Таня, она из «Азбуки вкуса» два мешка накупила. И еще там был такой эпизод. Вот, говорю, представь, мы приехали снимать каких-то собак на какую-то... А, да, это тоже было очень страшно. А, чего? Ты? Нет, нет, нет. Это моя версия. Значит, в какую-то, вот вообще там, какую-то промзону. Да, и там была площадка, ну, типа, выгульная, скорее не выгульная, а там просто занимались собаки с кинологами. И нужно было на этой площадке отснять, ну, некоторое количество собак. А для того, чтобы, ну, то есть и мы проехали, чего-то там отсняли, потом стали разворачиваться для того, чтобы выехать из этой промзоны. Да, и Таня взяла и наехала днищем, да, машиной. Там были вот там... Ну, на наледь на какую-то. Да, и я на наледью скажу, но поскольку S80, она, ну, это тяжелый и длинный седан, низкий. Ну, да, да, низкая машина. Ну, я же прям новозащитный картер, и у меня отвалился один... У нее отвалился, короче... Усток защиты, да. Усток защиты. Вот, я такая сразу, ой, типа, у нас часть машины отвалилась. И причем, типа, оторвалась, и мы дальше поехали, а я вижу в зеркало и говорю, а там, ну, что-то валяется. Ну, от машины, по-моему, кусок. Таня, значит, говорит, а? Таня говорит, а, да, сейчас, хорошо, сейчас, значит, дает задний ход, берет, значит, рукой этот кусок, кидает в багажник, садится и говорит, ну, сейчас завтра новую машину возьму. Или завтра машина поменяет, еще такой... Я приезжаю домой, говорю, Тим, ты представляешь, человек, как говорит? И еще две сумки и за сумки вкуса. Я говорю, непростой человек. О, то есть, это все сложно. Ну, как пустить пыль в глаза друг другу, называется эта история там. Сейчас я вас почитаю. Селеба, че уж. Сейчас, сейчас, блин, контрастный свет, не могу прочитать. Там орут, орут, орут. В башке я телефон потеряла на съемках тоже, когда мы светки снимали в стопане. В каком году происходила эта страшная история? В тринадцатом? В двенадцатом, я не помню. В тринадцатом. Вот, гадаем, в двенадцатом или в тринадцатом. Что-то такое, лет прошло. Да, вот. Мика выросла. Сколько Мике лет? Шесть. Вот, если Мике шесть лет, я снимала ее щенком. Слушай, наверное, в тринадцатом, мне кажется, это было вот. Да. Я снимала Мику, когда она еще на передержке у твоей мамы была. Да, да, да. Вот, а потом ее забирали в семью, да? Да, потом ее отдали. А потом ее отдали. Ну, как вы вернули, в апречистое взлали с эмбаскеткой.